посмотрим как решать на джулии оптимизационные задачи будем рассматривать задачи линейного программирования и выпуклого программирования я тут все пакеты набрал пачкой конечно лучше к каждой задачи их собственные пакеты выложить вот так вот некоторых местах я выложил это пока что потом не не искать нужные пакеты значит у нас есть в джулия оформился пакет jump ну и вокруг целая инфраструктура сложилась пакет jump пакет jump у нас задает свой dsl свой язык на котором и пишется за и описывается задача значит оптимизация тут идет следующим образом тут пакет jump convex для выпуклого программирования все это в одной инфраструктуре отдельно идет пакет который реализует задачу собственно программирование то есть он задает все уравнения и отдельно идет решатель решатель подсоединяется и решает оптимизационную задачу для решателя у нас есть решатели свободные это жпельные там митовский так далее есть решатели коммерческие но в данном случае мы будем использовать свободные решатели пока там компилиция вот типичная задача линейного программирования мы пакет jump jump tsl создает свой язык и решатель для линейного программирования glpk ну и задачи собственно выглядят таким вот образом тут нас описывается функция целевая которую мы собственно должны минимизировать максимизировать и набор ограничений собственно тут набор то состоит из двух частей из ограничений которые накладываются на переменные и на задание переменных с граничными условиями то есть мы задаем на переменных нижнюю границу верхнюю границу или обе границы то есть и верхнюю и нижнюю границу ну и вот фактически jump помогает нам все это прописать таким образом что фактически происходит копирование из этого условия задачи в внутренний язык реализованный jump ну вот погружаем те же самые пакеты это я раскидал их по задачам ну фактически что мы делаем мы вначале создаем модель модель фактически это контейнер куда все складывается вся для объект вся информация все элементы нашей задачи вот мы задаем модель и в качестве решателя задаем глпк оптимайзера дальше мы должны задать переменные ограничения переменные задаются достаточно просто макросом модель макросом вариабл макрос содержится имя модели вот модель и переменные переменные задают тут прописываются вместе с границами ну вот у нас только нижняя граница мы так и пишем что x больше равен нулю и y больше равен нулю а тут же тип переменных может быть задан по молчанию они действительные и дальше у нас ограничения вот у нас посмотрим вот они ограничения и мы просто напрямую эти ограничения записываем здесь на последние прописалось ну и в конце концов целевая функция то есть у нас модель мы должны найти минимум целевая функция ну и целевая функция ну теперь оптимизируем оптимизируем ну и результаты смотрим значит ну вот целевая функция 205 и вот это у нас x и y вот таким вот образом мы нашли решили оптимизационную задачу тут у нас достаточно маленькое количество переменных было две когда больше количество переменных то работать с ними как со скалярными величинами ну громоздко просто и джам поддерживает внутренний тип контейнер и контейнер может быть разным с разными массивами работать ну вот самое простое со стандартными массивами которые индексируются с единицы мы тут даже не будем прописывать специальный тип он внутри его преобразует просто работаем напрямую с массивами и так наша задача минимизировать вот такую функцию и условия ну и вот мы как бы нам дано все это вот нам вектор c b а дано и соответственно мы видим что размерность x4 размер массива x4 и он каждый элемент больше нуля накладываем ограничения ну просто перемножаем а на x и каждый и равно b до целевую функцию прописали вот она посчиталась целевая функция 1 3 5 2 вот и оптимизируем ну и вот наш результат значение которое мы искали это мы посмотрели две простейших задачи которые описываются просто некоторой конструкцией которую нужно взять и перенести в язык описания оптимизационной задачи